Казахстанские болельщики были разочарованы чемпионатом по футболу, который прошел на новой Туркестан-арене. Ведь из-за дождя игрокам пришлось буквально шлепать по лужам, а мяч едва катился по полю. У многих возникли вопросы. Почему современный стадион, построенный почти за 40 миллионов евро, не справился с ВД-отведением? Вот так, утопая в лужах, начали новый сезон футболисты Казахстана. Первую игру провели на новом стадионе в Туркестане. За титул чемпионов спортсмены сражались под проливным дождем и остались очень недовольны качеством футбольного поля. После сегодняшней игры мне просто стыдно быть частью казахстанской футбольной лиги. Это не потому, что мы потеряли два очка. Нет, все из-за стадиона, который стоит почти 40 миллионов евро. Сегодня, завтра этот матч увидят во всем мире. Сегодня казахстанский футбол коснулся дна. Новый стадион стоимостью почти в 40 миллионов евро торжественно открыли в августе прошлого года. По рейтингу УЕФА Туркестан-Арена относится к третьей категории. Комплекс рассчитан на 7 тысяч мест. В нем есть отдельные тренажерные залы для каждого вида спорта. Со стадионом в Европе не сравнить наш стадион. Стадион там состоит из площадки и трибуны. У нас этот стадион многопрофильный. Туркестан-Арену жителям региона подарило акционерное общество Самрук Казана. Застройщиком выступила компания BI Group. Но эксперты считают, что над дренажной системой комплекса еще стоит поработать. Это целый комплекс, в котором самую главную роль играет футбольное поле. И то, как это футбольное поле выглядит, как профессионально оно постелено, как устроена дренажная система, вот это и является главным показателем качества футбольной арены. В областном управлении физкультуры и спорта сообщили, что дренажная система стадиона в порядке. Просто было слишком холодно. Поле замерзло и не успевало впитывать влагу. В Туркестане за сутки выпала месячная норма осадков. Дополнили в управлении. В BI Group тоже сетуют на погоду. В настоящий момент в рамках гарантийного обслуживания объекта все неполадки устранены. Стадион функционирует в штатном режиме. Установка и обслуживание дренажной системы производились третьей стороной, согласно проекту, прошедшему экспертизу компетентных органов. Специалистами компании будут проведены дополнительные мероприятия по недопущению подобных ситуаций в дальнейшем. Оскандалившийся матч закончился ничьей «Туран-Астана-2-2». А болельщики еще долго будут помнить это шоу на воде, которое многие и футболом не называют. Жанна Тайтенова, Сергей Шуйский, Информбюро Алматы. Смотрите Информбюро на YouTube. Прямые эфиры, репортажи с места событий, аналитика, журналистские расследования. Все то, что важно и нужно знать. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и непременно жмите на колокольчик. Информбюро, когда нужна честная информация. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте лайки, оставляйте лайки, оставляйте лайки, оставляйте комментарии и оставляйте комментарии. Д constit passes, спасибо за Sectionikan на Оties-Ане.